так ну что здравствуйте уважаемые леди и джентльмены господа и гости столицы home видео так ничего хочу сказать говорится какой железо не отходя отказ значит сегодня у меня две обновки спасибо огромное хочу передать во первых виталию виталий спасибо за предоставленную возможность за столь быстро так сказать доставку до пришли ко мне две катушки ребят вот но немножко отступлю от темы хочу выразить искренние слова благодарности своему любимому оператору своей любимой женщине донос спасибо тебе огромное то что у меня есть потому что ну кто в теме кто не в теме весной меня очень тяжелый период был в жизни у меня произошел развод как не плачевно но это факт но вот если бы не эта женщина у меня даже у меня руки опустились мужики капитально честно вообще ничего не хотелось потому что со стороны бывшие супруги предательства был обман капитальный я там на деньги попал это не сказки сказать не пером описать вот можно даже так сказать может гром моего канала есть теперь спонсор я могу даже так сказать потому что все мои начинания все мои какие-то хотелки человечек исполнял вообще только с пол пинка но то что солнышко мое я тебя очень люблю и спасибо тебе огромное то что ты есть вот ну а теперь ближе к теме да значит у меня две обновочки говорю спасибо виталию огромное пришли ко мне две катушечки сразу вот такие кархатулечки это сулиной fs500 это сулиной ягуар 500 вот такие две микро пусечки малышечки ночью ребят в принципе как бы особо грубо говоря ничего изменилось но есть одно но чуть-чуть попозже я сейчас как говорится остановлюсь на этом но то что меня немножко насторожило да чисто про характеристикам ну я думаю можно прочитать везде цена во всяком случае сулиной fs500 2750 рублей ягуар 500 3650 рублей почему ягуар дороже вот тут приятный сюрприз меня ожидал я открыл коробку я у них идет в комплекте запасная шпуля вот она мелко профильная то есть да но вот я говорю все хорошо все замечательно значит по сравнению с цириной fs800 да цириной fs800 весит 175 грамм цириной fs500 165 грамм разница в 10 грамм к сожалению ягуар у меня только тысячный поэтому ягуар 1000 весит 185 грамм ягуар 500 весит 166 грамм тут разница как бы актуально вот значит ну чё ход плавный вроде все нормально есть такое небольшое замедление но это по моему всех цириной такое я помню у меня сколько 3-4 катушки по моему одна ягуарка 1000 до цириной fs 1000 и 2 цириной fs800 у них у всех поначалу немножко такой туговатый ход ну то есть вот ручка под своим весом прокручивается но достаточно туго да потом вот так крутишь она как бы ничего потом она разрабатывается расходится все нормы вот ну меня вот и говорю сейчас я а и еще я когда покупал что на территории российской федерации есть магазин до который официально торгуют этими катушками что с алиэкспресс мне катушки приходили просто замутанные коробка мятая убитая вот коробка как бы не маленькая а забыл сказать в комплекте к этим катушкам пятиху пятихаткам в пакетике идет две шайбочки две прокладочки под шпулю вот ну взрыв взрыв схему все понятно но вот здесь расстояние от катушки так и так края коробки было достаточно приличное ребят молодцы проложили черный поролон тут ну камер до передаст видите в мятинке небольшие то есть они как бы вот этим поролоном получается сверху катушки придавили и закрыли коробку то есть катушка в коробке сидит достаточно плотно это не может не радовать потому что я уже рассказывал ко мне пришел ягуар тысячный фс 1000 первая моя самая то что я заказал на алиэкспресс и удар по шпуле вот в этом месте где кулиса ходит идет шестеренка с такой пимпочка вот эту пимпочку отломали но я уже все рассказывал не один раз поэтому вот в этом плане катушечку они прижали в плане транспортировки молодцы сейчас я переключусь возьму камеру в руки дорогой мой любимый оператор сделал мне вот такое фото шпуль сейчас я объясню что меня немножко насторожило в этих школях скорее всего ну давайте все по порядку сейчас включусь так значит что получилось фотография до укрупненная как вы можете видеть вот мне зачем это было нужно сделано я не совсем до конца понимаю идет край бортика шпуле видно да и идет второй как бы край шпули бортика то есть если вам показать на самой катушке я думаю камеру сейчас как-нибудь мы это дело с организмом видите что получается да вот такой двойной какой-то как бы бортик кантик выходит что это такое мне вот если честно не совсем понятно потому что по логике надо доматывать его за этого места вот до сих пор да но если наматывать например какой-нибудь либо на нафил или что-то скользкое вот то что вы намотали до краю и она вот здесь будет сваливаться вот с этого бортика это сто процентов я думаю у меня есть на канале уже видос бэкинг больше не нужен я скорее всего подойду к своим знакомым токарям чтобы вот этот вот бортик снять вообще вот этот верхний нахлобучку в виде грибочка да то есть такой грибок с двойной шляпкой получился вот этот вот верхний бортик я скорее всего с нижнего просто сниму наискось вот так вот и ребята мне все дело от полирует на ягуаре 500 ну катушка темная фотографии не очень четко получилось уж извиняйте здесь будет видно точно такая же проблема но проблемы это не проблемы не знаю ребят честно потому что ну вот не мне вот это непонятно совсем вот здесь край и здесь подобного во всяком случае те катушки которые были у меня подобного решения вопроса я не видел вот такая катушка у меня первая обычно идет толстый бортик такой закругленный полностью да как бы таким полукругом вот здесь вот сразу почему как бы здесь один тут второй ну и как себя поведет например тот же самый скользкий нанофил извините или еще что-то либо вот как-то непонятно от слова совсем ну почему такая вот получилась штука с двойной такой то есть получается сейчас еще раз попробую показать вам я думаю будет видно на камеру вот получается один бортик и чуть пониже получается 2 вот ну снять наскос вот эту вот тему я думаю что любому токарю хорошего никаких проблем не составят писали метода в комментариях что будет тереться леска будет тереться нанофил ребят я эту манипуляцию проделал с дайверскими катушками фриом кикс 1500 на тот момент это были самые легкие катушки у меня в арсенале но и в отрывачил я на них достаточно долго я вам скажу ничего не трется если ее нормально отполировать не мужики делали по моему самый такой это было шкуркой нулевкой никакой там по стыгу и никто не пользовался никто там ничего не вышлифовывал а именно просто зачистили вот потихонечку до шкурки на нет больше меньше 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 дошли до нулевки нулевка прошлись он как зеркало стало у меня проблем никаких не было с этими катушками наверное тоже самое сделаю потому что мне вот как меня хоть убейте мне вот это вот двойная нахлобучек сверху у него совершенно непонятно и как-то вот как она поведет себя если намотать до края первого бортика нижнего вот леска или шнур вону шнур там наверное нормально будет а вот нанофил тоже самый что-то такое скользкое мне не ясно так она маленькая компактная ну могу сказать что катушка лена 800 заметно легче ура вот честно кстати спрашивали меня ребят работает до сих пор тут вот приходил но звонил мне мой приятель говорит давай играть типа ну ты его и сделал явно подожди сезон закончится ну то есть пока вот я говорю то что я там что-то говорят ты там залил этим как его жидким силиконом всю смазку убил работает пока все нормально ничего пока плохого сказать не могу про вторую катушку с алиэкспресс тоже маленькую это вообще стоит 700 рублей пока тоже никаких нареканий нет единственное что узел лсу вот это сам вот это сама часть по которой леска укладывается на шпуль вот это она конечно очень плохо работает там естественно никаких подшипников нет скорее всего дай бог пластиковые втулки ее надо конечно перемазывать будет капитально ну посмотрим вот ну чё я пошел наматывать нанофило леску вот по обзорам новым ребятками идут аж 4 палки 4 вот чё могу сказать ждем ждем с камни идет упаковка резины ну приманок я имею ввиду приманки не литейщиков приманки фирменные достаточно известные но тоже человечек изъявил желание чтобы их немножко погонял вот ничего за 7 наверно все пока пока подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ставьте дизлайки будут вопросы задавайте будут деньги высылаете вконтакте ссылочку оставлю ну все наверно всем приятного просмотра а так как всегда увидимся на рыбалке